Всем привет, друзья, меня зовут Саша, а сегодня привет у нас получает Аэлита Душа Кулова, вот твой комментарий, спасибо, что ты его написала. Ещё сегодня привет получает Альбина Токанбаева, вот твой комментарий, спасибо, что ты его написала. Если вы хотите получить привет от меня, то просто пишите любой комментарий, желательно познавательный, и чтобы люди его пролайкали. Комментарии, которые выбиваются примерно в топе, я буду добавлять вот сюда и передавать вам привет, поэтому пишите комментарии, не стесняйтесь. Ну а сегодня, друзья, мы с вами послушаем еще один трек Нурмата Садырова, Сага. Я уже забил в переводчике, что такое Сага, и это переводится на русский язык, как тебе. Конечно, я не уверен в правильности этого перевода, но если что, поправьте меня в комментариях обязательно. Ведь будет интересно, правильно ли переводчик сработал, или все-таки неправильно. Ладно, мы уже знакомились с вами с Нурматом Садыровым, мы уже послушали целых два его трека. Если что, ссылки на все эти треки будут в описании и в подсказке вон там, обязательно посмотрите, они классные. Если говорить точно, то мы уже послушали его трек Таргаюм, а также мы послушали его трек Крыгыс Каздары. Поэтому мне этот исполнитель очень сильно понравился, и мне хочется продолжать знакомиться с его творчеством и слушать его песни. Если в видео будут небольшие паузы, то извините меня, пожалуйста, ведь я все еще болею и как бы могу иногда кашлять, и эти фрагменты я постараюсь вырезать, чтобы не травмировать ваши уши. Вот так. Ну и за мой голос тоже можете немного простить, пожалуйста, потому что он у меня охрипший, и я это знаю. Но поделать ничего с этим не могу пока что. Но обещаю то, что скоро я выздоровлю. А если вы хотите, чтобы я выздоровел быстрее, то поставьте лайк. Да, вот такой вот я. Кто из них Нурмат Садыров, я уже забыл. Ага, вот Нурмат Садыров, я уже забыл. Ага, он увидел девушку. Я так понимаю, влюбился с первого взгляда, да? Да. А он всего лишь человек, который снимает клип или что? Или свадьбу? А этот человек над ним смеется, как бы. А, они снимают свадьбу, я понял. Он расстраивается, то, что она не снимает, да? Он ей оставляет подарок, хорошо. Знаете, что я заметил? То, что посмотрите, в каком качестве снят этот клип. 4К, друзья. 4К для клипа. Это просто фантастическое качество. У меня даже компьютер... А, нет, работает все. Будем смотреть 4К. Клип снят в восхитительном качестве. Просто фантастическое качество. Как будто вижу все своими глазами. Хорошо, она продовалась цветом, да? Ой, это кто? Еще одни цветы. Это уже другая девушка, да? Или та же? Две разных девушки. Давайте проверим еще раз. Или нет, это одна и та же девушка, по-моему. Я надеюсь, что в этой песне будет хэппи-энд. Прям очень сильно надеюсь. Потому что очень хочется, чтобы у него было все хорошо. Ух ты. А это он тебе представлял. Подойди. Видимо, хэппи-эндэ не будет, да? М-да. А жалко, если честно. Очень жалко. В общем, друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Первое, это я был настолько поражен. Это его качество. Клип просто в фантастическом качестве снят. 4К. У меня даже монитора 4К нету, чтобы смотреть. Это я смотрел в 4К. И казалось, даже через монитор, который не 4К, казалось, что я как будто вижу это в реальности. И эти масштабы этого клипа просто поражают. Насколько он качественно снят, это просто бомба. Вот серьезно. Это, наверное, третий клип, который я смотрел в 4К. Именно из каргыской музыки. И это очень круто. Также меня поразил глубокий смысл этого клипа. Ведь он очень затягивающий. Я очень ждал хэппи-энда. Но, видимо, хэппи-энда не будет. Хотя, может быть, будет какое-нибудь продолжение этого мини-сюжета. Нурмат выпустит какой-нибудь еще один клип, который покажет, что было дальше. Обязательно пишите свое мнение по поводу этого клипа в комментариях. Будет очень интересно почитать. Предлагайте другие песни Нурмата. Участвуйте в конкурсе по ссылке в описании. И поддержите меня лайком и подпиской, пожалуйста. Все. Пока-пока.